О ситуации на линии фронта, о ударах по Антоновскому мосту и деоккупации Крыма будем говорить с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, что ж, украинские силы обороны держат под огневым контролем мосты в Херсонской области, но оккупационные силы не успокаиваются. Как видели, пытались ремонтировать, теперь взялись сделать плавучий мост. Объясните, в чем важность этих мостов в Херсонской области и для украинских военных, и для армии России? Ну, смотрите, во-первых, позитивные новости. Раз они начали бросать усилия на плавучий мост, это значит, что Антоновский уже не имеет той грузоподъемности, по нему ездить нельзя. То есть мы его окончательно вывели из строя именно как мост. Не разрушили, но вывели из строя. Важность в том, что если эти мосты прекращают функционировать, то эта группировка сама утухнет через максимум две недели. Когда они выработают последний литр топлива, когда они съедят последний сухой паек, и у них закончится последний боеприпас. Вот какова значимость этих мостов. А удержание нами их под огневым контролем, это в принципе залог успеха с минимальными усилиями и минимальными потерями, что самое главное. Мы можем спокойно довести эту группировку, всю группировку до небоеготового состояния. Это вы говорите сейчас о той части сил противника, которая находится на правобережье, правильно? Да, это исключительно. Речь идет только о войсках, которые находятся на правом берегу. Скажите, как может изменить ситуацию вот этот плавучий мост из барж? Я думаю, что он никак не изменит ситуацию, потому что как только они его наведут, мы его тут же уничтожим. Я, конечно, не понимаю, что им надо, они все равно будут его наводить. Здесь, кстати, может повториться Белогоровка. Они будут его наводить, сколько машин успело проскочить, столько проскочит. А мы будем этот мост уничтожать. Кстати, там очень большая проблема в наведении. Они до сих пор не навели этот понтонный мост, потому что там течение Днепра очень сильное. И берега возле Днепра в этом месте довольно проблематичные для наведения понтона. Хорошо. Скажите, а что будет с той группировкой войск российская армия, которая находится сейчас на правобережье в Херсонской области? Вы говорите, что через две недели у них, возможно, закончится уже топливо и так далее. Каким вы видите здесь развитие событий? Они сделают, как они говорят, жест доброй воли и покинут правобережную часть Херсонской области? Ну, здесь я думаю, что жеста доброй воли уже не получится. Здесь может быть два варианта. Либо это будет бегство, либо это будет сдача в плен. А почему? Потому что мы будем постоянно воздействовать на них своими огневыми средствами и вынуждать их либо уходить с правого берега, а уходить с техникой уже не получится. Уже техника будет не заправленная. Да и мостов нет для того, чтобы на технике уйти. Поэтому перебираться придется только вплавь. И либо они, кто не захочет или не успеет убежать, тот будет сдаваться в плен. Либо погибать под нашим огневым воздействием. Олег, в последние дни появляется информация о том, что в Херсонской области сейчас силы противника пытаются штурмовать еще населенные пункты. Куда-то продвигаются, но в итоге получают отпор. Теряют даже системы ПВО за последние сутки четыре системы. Что вы можете сказать о ситуации в целом на Херсонском направлении? Ну, на Херсонском направлении там, на мой взгляд, самая стабильная ситуация. Почему? Потому что, во-первых, мы там имеем паритет в воздухе. И наша авиация помогает артиллерии наносить огневое поражение противнику. При этом они, конечно же, пытаются изобразить тоже наступательные действия. Пытаются делать вид, что они прощупывают нашу оборону. Но в связи с тем, что, если это правда, что штабы выведены на левый берег, все от оперативного уровня, выведены на левый берег, то при подготовке наступления штабы должны идти за первым эшелоном. Иначе они потеряют управление войсками. Иначе они там все-таки переходят к глухой обороне, при этом пытаясь где-то улучшить свое тактическое положение или выровнять линию фронта. Помните, как мы выравнивали, чтобы не было фланговых ударов? Точно так же, скорее всего, действуют и они на сегодняшний день. Но здесь мы полностью контролируем ситуацию. Олег, хочется знать еще ваше мнение по поводу демилитаризации боескладов российской армии. Мы видим много видео и сообщений появляются о том, что они уничтожаются часто в Новой Каховке, именно по Херсонской области и также на востоке Украины. Скажите, пожалуйста, как отразилось уничтожение этих боескладов в целом на ситуацию и на логистику российской армии? Смотрите, я думаю, что это отразится в последующем. Сейчас мы стараемся уничтожать самые большие склады. То есть мы идем от большого к малому. Мы стараемся уничтожать те склады, которые они наполняли, завозя сюда вагоны боеприпасов. У них пока еще войсковой запас есть, пока еще есть промежуточный запас, где-то бригадный или дивизионный комплект. А вот мы стараемся уничтожать большие объемы складов и техники. Вот как, допустим, в Мелитополе на аэродроме там была база сосредоточения российской техники. Мы по ней наносили удары до тех пор, пока она не прекратила свое существование. Поэтому это скажется в ближайшем будущем на пополнении запасов и на активности ведения боевых действий артиллерии противников. Давайте сейчас еще поговорим немного о Луганской и Донецкой областях. Уже больше четырех месяцев длится большая битва за Донбасс, о которой россияне заявили еще, помнится, в апреле месяце. Вот что на сегодня вы можете сказать о боях там? Какие города сейчас остаются приоритетными для Росармии? Для российской армии остается приоритетным Славянск-Краматорск. Вот это агломерация. Но для того, чтобы туда дойти, надо заходить либо со стороны Изюма, а там у них, кстати, там и активность боевая у них практически сошла на нет. С другой стороны, они могут зайти туда через ворота между Бахмутом и Солидаром по трассе М-03. В чем эта агломерация? Важна в том, что водозабор всей Донецкой области находится под Славянском. И они без воды не пройдут. Сегодня уже в Донецке воду дают на три часа один раз в неделю. Один раз в шесть дней. А в зиму входить без воды они вообще не могут. Поэтому здесь даже уже не столько, наверное, вопрос стоит о захвате всей области, сколько вопрос стоит о захвате водозабора, чтобы обеспечить Донецк, Мариуполь. Этот водопровод идет даже до Мариуполя. Поэтому вот это приоритет. Поэтому там и не прекращаются попытки наступательных действий. Поэтому они там и штурмуют наши позиции каждый день. Олег, уже завтра полгода, как произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Интересно, на ваша точка зрения, что можете сказать об этих шести месяцах войны? Рассчитывали россияне, что дойдем до такой даты? Ну я думаю, что нет. Они, конечно же, не рассчитывали. Действительно, они рассчитывали на короткую победоносную войну. Что-то вроде как грузинского сценария. И столкнувшись с затяжной войной, их сил хватило, я скажу так, на три месяца. Вот уже в мае месяце уже темпы наступления начали падать. И сегодня Российская Федерация, можно уверенно сказать, топчется на месте. Кстати, видели линию фронта за последний месяц, которую опубликовала Институт исследования войны, где было четко понятно, что за месяц линия фронта практически не изменилась. Самое большое достижение – это 10 километров продвижения за 35 суток в направлении Бахмут. И все. И сейчас Россия начинает постепенно деградировать в качестве пехоты. У них огромная проблема с обученностью пехоты. В качестве техники, которая поступает, снятая с долгосрочного хранения. В качестве системы военного управления они несут огромные потери. И, допустим, звено младших командиров, взвод рота, там практически кадрового состава уже не осталось. Там управляют в основном назначенные из числа самых смекалистых или самых опытных бойцов. То есть там идет полная деградация армии и неспособность экономики России сегодня обеспечить эту армию в полном объеме. Или хотя бы в рамках тех потребностей. А у нас пошел обратный процесс. Мы набираем западное вооружение, мы обучаем личный состав на Западе новым методикам ведения войны. И у нас идет наращивание сил по огневому поражению противника. И, в принципе, главным достижением этих шести месяцев войны, я бы, наверное, сказал то, что мы с вами сегодня отмечаем день нашего флага. Сине-желтого флага независимой Украины с ее новейшей историей. И завтра будем отмечать день независимости нашего государства. Олег, а как вы считаете, может сейчас произойти некая ситуация, что Путин примет решение открыть некий второй фронт? Или попытаться вновь пустить свои войска вместе с войсками Белоруссии уже вновь на северном направлении? Хороший вопрос. Только у меня встречный вопрос. Чем открывать второй фронт? Где войска? Да, они сформировали резервный корпус 15 тысяч человек. Он находится в Нижегородской области. 15 тысяч человек, чтобы перебросить с техникой и вооружением, это где-то порядка, при самых скромных подсчетах, около 30 воинских эшелонов. Они его месяц будут перевозить. Хорошо, перевезут они его. Но это может изменить ситуацию только на отдельно взятом направлении. Но никак не второй фронт. Ну, про армию Белоруссии уже говорено много. И на сегодняшний день, судя по той ситуации, которая складывается на территории Белоруссии, по нашим разведданным, они делают все, чтобы не участвовать в этой войне. Отдают боеприпасы, отдают технику. Лукашенко согласился отдавать мобилизационный ресурс. А тогда вопрос, чем он воевать собрался. Похоже, он не собрался воевать. Сегодня, вчера уже начались учения Белоруссии, совместной России на аэродроме, на полигоне Ашулук в Астраханской области. Как считаете, что это за учения? Обычные ли они? Либо чего-то стоит ожидать от этих учений Украине? Я думаю, что это учения больше направлены на то, чтобы уговорить Белоруссию выделить контингент войск на таджиско-афганскую границу. У России там дырка, они эту 201-ю базу забрали. А Таджикистан несколько раз просил Россию вернуть войска, а в конечном итоге пошел на совместное учение с Соединенными Штатами. И у России огромная проблема, им надо закрыть дырку на вот этой афганской границе. Тем более, это окно трафика, наркотрафика Российской Федерации с Афганистана в Европу. То есть это какие-то внутренние исключительные решения сейчас? Конечно, конечно. Это решения, не связанные, на мой взгляд, с нашей войной. Это попытка, еще раз говорю, закрыть дырку на юге Украины, в Яблазии. Олег, а если мыслить стратегически, подумать о том, что может делать Путин дальше, когда действительно есть все основания утверждать, и вы только что это очень четко аргументировали, полный провал этой, если говорить их языком, спецоперации по всем фронтам. Есть ли задача втянуть в этот военный конфликт, и поможет ли это другое количество какой-то стран, расширить масштаб, географию этого военного конфликта? Ведь неспроста же в МИД неоднократно заявляют, и вот накануне было заявление, что война в Украине может перевести к столкновению России и Запада, мол, НАТО переходит некие, или уже перешло красные линии, указанные Кремлем. Никто не понимает, что это за линии, где они проведены, это решает только в Кремле. И таким образом намекает на то, что конфликт может выплеснуться за пределы Украины, и будут втянуты страны НАТО. Желает ли такого сценария в Кремле, как вы считаете? Думаю, что да. Изначально Путин хотел бы, чтобы НАТО ввязалась в эту войну. Но при одном условии. Он же хочет всегда контролировать ситуацию, поэтому для мечта Путина в том, чтобы НАТО сделало первый шаг вступления в эту войну. А дальше, понимая то, что воевать с НАТО это было бы самоубийством, Путин бы сразу предложил решать вопрос в переговорном процессе. Но тогда бы он садился за стол переговоров с Джо Байденом, допустим, с Олафом Шольцем, с Макроном, то есть с первыми лицами Североатлантического Альянса. И Украина в этом случае становилась бы разменной монетой в переговорном процессе между Россией и Альянсом. Альянс сегодня взял, на мой взгляд, очень правильный курс. И они готовы вступить в войну, но они ждут первого удара со стороны России. Тот же, допустим, предупреждение НАТО, что если радиация попадет на одну из стран НАТО, если, не дай бог, будет выброс радиации на Запорожской атомной, то НАТО это будет расценивать как нападение на НАТО. Да, пятая статья устава. Да, и сразу вступает пятая. Для Путина это неприемлемый вариант. Он понимает, что войну с НАТО он не вытянет только по экономическим вопросам. Если НАТО вступит в войну, то первое, что они сделают, они введут санкции. Те, о которых мы с вами можем только мечтать. Которые обвалят экономику России в считанные недели. А может быть, в считанные дни. Поэтому, на мой взгляд, мечта у Путина, конечно же, есть. Но он не контролирует ситуацию. Вы знаете, вчера мы общались с советником главы Офиса президента Михаилом Подалеком. Он озвучил мысль такую, что имиджево для Путина проще будет признать проиграть НАТО, чем проиграть Украине. Поэтому, наверное, сейчас может стоять среди прочих задач и создать некий конфликт с НАТО, а потом сказать, мы же проиграли Альянсу, не Украине. В принципе, я вам именно это и озвучил. Что он готов втянуть НАТО, но на своих условиях втянуть НАТО и тут же сесть за стол переговоров. А за столом переговоров он готов к компромиссам любого характера. Ну, конечно, кроме тех, что он оставит оккупированные территории или выведет войска или что-то другое. Ну, тогда получается, какая-то провокация на запорожской АЭС – это блеф, потому что они понимают, что включится НАТО. Какой-то удар там по, не знаю, по той же там Эстонии, Финляндии, вот эти все угрозы – это тоже блеф. Это вообще не приемлемо. Это территория НАТО. Правильно, да. То есть это блеф. Да, да. И, кстати, вот это заявление Соединенных Штатов и Великобритания по поводу пятой статьи радиоактивного заражения – это, на мой взгляд, очень мощный фактор для России. Вот. И они теперь должны очень крепко дальше делать. Дело в том, что дальше уже градус. Понимаете? А это самоубийство не только для Российской Федерации, это может быть самоубийством для всего человечества. Ему этого никто не даст. Там нужно жестко контролировать перемещение ядерных боезарядов, особенно в Российской Федерации. Вот. Или надо искать какой-то компромисс и делать шаг назад. И другого варианта нет на сегодняшний день. Либо медленно, третий вариант – медленно умирать на поле боя и ждать военного разгрома. Но это позор и конец политической карьеры. Ну, или делать некие страшные вещи внутри своей страны. Мы только что об этом говорили с одним из экспертов. И таким образом накалять ситуацию внутри страны, нарисовать образ внешнего врага в виде Украины, обвинить во всем Украину. Ну, вы знаете, в принципе, практически, если мы посмотрим историю, все же диктаторы приходили к тому моменту, когда начиналось жесткое закручивание гаек внутри страны, именно для того, чтобы с целью навязать обществу свое мнение и подавить протестное настроение. Но, как говорит нам история, точнее, как гласит нам история, это, как правило, был всегда последний шаг диктатора на его посту. Олег, сегодня в Киеве стартовал саммит «Крымская платформа». Главная тема – это вопрос деоккупации полуострова. Последнюю неделю практически ежедневно в сети появляются кадры из оккупированного Крыма. Самыми яркими, мы помним, стали из аэродрома Саки. Тогда было уничтожено по меньшей мере 8 самолетов. Хочется с вами поговорить о военной инфраструктуре в Крыму. Как она изменилась за эти 8 лет? Чем ее напичкали? И как сейчас много там действующих военных аэродромов, которые представляют опасность для Украины? Смотрите, там около пяти аэродромов находятся на территории Крыма. Правда, нельзя точно сказать, все действующие или нет. Но, в принципе, наверное, все. Потому что Россия вложила очень большие деньги в развитие военной инфраструктуры. Они фактически восстановили всю советскую военную инфраструктуру. Плюс они начали строить новое хранилище для ядерных боеприпасов. Старое отремонтировали, новое начали строить. Ну и я скажу так, что они перенасытили Крым войсками. Ну, в данный момент нет. Я имею в виду до начала массированного вторжения. Потому что сейчас большая часть войск из Крыма, она, конечно же, находится в юго-востоке Украины. И она принимает участие в боевых действиях. Поэтому сейчас уровень насыщения войсками немножко спал. А до начала войны мы оценивали группировку в Крыму где-то до 35 тысяч военнослужащих на полуострове. Это еще огромное количество техники, боесклады, боеприпасы все эти? Да, это включая... Ну, так, конечно, смотрите, если у нас это большая часть инфраструктуры пустовала, и иногда становился вопрос, а стоит ли ее держать дальше, или необходимо что-то с ней делать, там, допустим, рекультивировать, реализовывать как излишество имущества и так далее, то Россия это все заполнила, включая и склады, и базы хранения, и аэродромы, и систему навигации. Кстати, она всегда была, я не знаю, в курсе или нет, что все 30 лет, ну, все годы, точнее, независимости Российская Федерация не передала нам систему навигации на полуострове Крым. Она ее всегда контролировала. В оперативном командовании ЮГ заявили, что сейчас Россия держит в Черном море пять носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 30 калибров. Давайте расскажите, пожалуйста, еще поговорим о том, как увеличился Черноморский флот за эти 8 лет оккупации. Черноморский флот сильно не увеличился. Он перед... он добавилось в две подводных лодки дизельных, вот, в состав флота, и добавилось несколько корветов. Корветы в основном строились под ракеты калибр, это носители. И перед началом вторжения часть корветов с Каспийской флотилии перешли в состав, усилили, точнее, группировку кораблей Черноморского флота. Вот примерно вот в таком составе, там порядка 100 боевых кораблей и порядка 800 суден и плавсредств обслуживания и боевого обеспечения. Вот. И на сегодняшний день, я так понимаю, что подводные лодки, которые имеют на борту калибры и корабли всех классов, которые имеют возможность запускать ракеты калибры, это и составляет костяк Черноморского флота. Таких средств у них где-то порядка 20 на сегодняшний день. И вот они их меняют. Кстати, до позавчерашнего дня в море дежурило два плавсредств, потом было увеличено до трех, и вот вчера буквально они добавили еще два, и сейчас находятся пять кораблей, способных применять ракеты калибры. Олег, сейчас мы поговорим еще об этом. Вот уточните, мне интересно ваше мнение, как изменилась ситуация, настроение среди военных? Вот вы рассказали, что за эти 8 лет там колоссально расширилась эта военная инфраструктура, было огромное количество военных и так далее. Сейчас они наблюдают то, что наблюдают, слышат взрывы, происходит детонация боя складов в САКах и прочее, прочее. Как это все влияет на настроение и военных, и жителей, и, возможно, туристов из России, которые считали, что Крым это просто такая фортеция? Они хотели превратить Крым в такую, я бы сказал, военную базу с огромным моб-ресурсом. Дело в том, что в России действовала даже программа переселения отставников силовых структур на полуостров Крым. Они строили социальное жилье и переселяли бывших военнослужащих, силовиков, переселялись туда же в Крым. У них настроения были, конечно же, самые веселые. Но я думаю, что главная встряска, которая произошла среди особенно моряков, это было затопление крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота. Тем более, что это же мы с вами знаем только то, что опубликовано в сети. А моряки, что знают подробности, там же крейсер же тонул на глазах у двух спасательных буксиров, которые пытались его взять на буксир и оттянуть в Севастополь. А слухом земля полнится. Поэтому они лучше нас знают. А вот сегодняшние взрывы и постоянная стрельба ПВО, и уже практически регулярные воздушные тревоги в Крыму, это, на мой взгляд, вот, кстати, на мой взгляд, из Крыма пойдет паника по всей Российской Федерации. Потому что эти туристы, они сейчас приедут и расскажут, что такое война, точнее, что такое их так называемая спецоперация, что такое взрыв, когда в километре выносят стекла и вместе с рамами взрывная волна. И вот тогда в России начнут, наконец-то, наверное, понимать, что происходит в Украине. Нам стоит ожидать тоже, вероятно, какого-то ответа из Российской Федерации. Уже и украинская разведка предупреждает о ракетных ударах. Вы сказали о том, что сейчас увеличилось количество флота в море. Как считаете, что будет завтра, в День независимости Украины? Смолчит ли Кремль или напомнит о нашей независимости неким ракетным ударом? Думаю, что напомнит. Думаю, что Путин не оставит это просто так, а действительно постарается нам сделать какую-то пакость. Поэтому вероятность очень высокая. Что это будет? Просто удар калибрами с Черного моря, допустим, групповой. Либо это будет, допустим, массированный удар с нескольких направлений, как это было месяц назад. И с применением авиации, и с применением сухопутных носителей. Очень трудно сейчас сориентироваться. Но, тем не менее, надо быть готовым, что Российская Федерация, и особенно Путин, будет стараться отдать приказ какой-нибудь для нанесения нам огневого поражения. Олег, спасибо вам большое за ваш комментарий и за этот разговор. Военный эксперт Олег Жданов был с нами в прямом эфире проекта Freedom. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok